В монастырях. Ездил по монастырям в 80-е годы, и там тоже были такие семинаристы, их называли архибандиты. Я, честно говоря, этот термин, сейчас извиняюсь, я забыл совсем, до того момента, пока Богдан не напомнил. И смех, и грех напомнил вот такое выражение архибандит. Но действительно, он рассказывал, что Богдан наш и свечки, и по мелочам старался заработать деньги, и достигал того, что хотел. А потом он через Богдан наш, через евангельских верующих, изучающих Слово Божье, он духовно переродился, вникал в Слово Божье, и духовно возродился свыше, и стал совсем другим человеком вообще, новым человеком, Слава Богу. И он, Слава Богу, вышел из традиционной румынской православной церкви, Слава Богу. Вот, сейчас как реформатор и евангелист трудятся. Среди цыган, румын там, значит, там, и Слава Богу. Вот. То есть, Бог спасает всех. И знаете, в деяниях апостольских говорится, что многие священников покорились вере. Знаете, друзья, я верю, что если Бог тогда мог многих еврейских священников покорить вере, то я знаю, что он и сегодня может сделать то же. Он может сделать то, что многие священников покорятся вере. Вот. Слава Богу. Да. Да. Сейчас. Да, и хочу сказать еще кое-что важное, чтобы не забыть-то по этой теме. Раз это предпасхальные семинары, то, знаете, хочу сказать, что, пожалуйста, поддержите меня в молитвах. Пожалуйста, умоляю просто, поддержите в молитвах. Так, осознаю сейчас, вот, насколько важное служение Бог доверил, может, стал постарше чуть-чуть и стал больше понимать, наверное, вот, то, какое важное задание Бог дал. Вот. И хочется его исполнить. Не хочется опозориться, знаете ли, исполнив его, ну, наполовину даже. Нет. Хочу на все сто исполнить, на сто один процент исполнить. То, что он хочет. Вот. И он действительно хочет, чтобы священники обратились, чтобы миллионы-миллионы православных христиан обратились. Вот. И поддержите меня в молитвах, пожалуйста. Вот до этой Пасхи, давайте вот договоримся так вот, до этой Пасхи поддержите в молитвах о священниках, молитвах вообще в целом о православных христианах, но особенно о священнослужителях, особенно о священниках. Вот. И сегодня, конечно, в наших странах такая ситуация, да и не только в наших странах, вообще всю планету лихорадят, и политически, и религиозно, и экономически, всячески лихорадят. Экономически, да, значит, и политически, и религиозно лихорадка серьезная. Иисус недаром ведь сравнил свое пришествие, второе, свое возвращение, да, сравнил с родами женщины. И он говорил, что как у беременной женщины, вот ближе к родам, да, схватки начинаются, и они все чаще и чаще, эти схватки перед родами. Вот он на таком же примере сравнил свое возвращение и рождение новой земли и новых небес. Конец этой земли, этого неба и начало нового земли и новых небес. Он сравнил с потрясающим таким, ну, примером. Я думаю, что, да, дякую, дякую, молдумы за вас, пастор. Дякую, спасибо огромное, Роман, брат. Да, и за меня молитесь, пожалуйста, но даже в большей степени, знаете, моя молитва сегодня за священство, за православных христиан, и особенно за священнослужителей. Знаете, это... Я буду делиться позже, наверное, уже постараюсь то, что я набрал, там, тексты, их выставить в сети, опубликовать, наверное, чуть попозже. Вот на Фейсбуке, на своей основной странице, ну, я на вторую и третью страницу тоже дублирую все эти сообщения обычно. Вот, в социальных сетях, чтобы было, в блоге своем там публикую материалы, ну, и здесь тоже буду говорить об этом тоже, безусловно. Вот. И, знаете, действительно, и среди протестантских священников, конечно, покаяния, и среди католических священников, Бог действительно хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Об этом пишется апостолом Павлом к Тимофею, помните, да? Ибо един Бог, он пишет дальше, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. То есть, действительно, Господь Иисус Христос, ходатый посредник, первосвященник великий, ходатый Нового Завета. Вот. И для спасения, и священников в том числе спасения, все готово. Все готово. Давным-давно готово. Еще две тысячи лет тому назад. Вот. Поэтому я молюсь о том, чтобы вот то, что готово уже, да, чтобы оно из духовного мира пришло, мир этот физический. И чтобы действительно множество священников обратилось, покаялось. Аллилуйя. Слава Богу. Без Него мы ничего не сможем сделать. Без Христа, без Господа. Я сейчас хочу совершить хлебопреломление. У меня еще аж с Шабата самого осталась хала. Вот. Я купил на Шабат две халы. Вот. Значит. И, значит, ну, так, ем-ема, они у меня... Все остаются и остаются эти халы. Вот. Я даже на сухари там порезал там прошлые халы. Вот. Значит. И, значит, вот сейчас хочу взять причастие. Если у вас есть возможность, налейте себе там немного вот сока виноградного там. Или даже просто воды. Если нет ничего, просто воды налейте себе. Вот. Возьмите хлеба. Вот. И вместе со мной сейчас давайте совершим причастие Евхаристию. Давайте помолимся сейчас вместе. Вот. И совершим причастие с верой в Господа нашего Иисуса Христа, рассуждая о теле и крови Его Божественных. Слава Богу. Вот. В церкви у нас было причастие Евхаристия. Вот. И мы причастие совершали, значит, там была маца. Вот. Слава Богу, отца Алексея там в коробках есть маца. Кстати, время уже ближе к Пасхе приближается. Поэтому постарайтесь там навестить синагогу. Или же в маркетах. Здесь в Украине хорошо, что в больших этих супермаркетах я вижу на полочках маца стоит в коробках. Маца, маца, маца. Думаю, слава Богу, здорово. Хорошо. Вот. В этих больших маркетах имею в виду таких. Вот. Вот. И поэтому закупайтесь уже мацой. Вот. Готовьтесь к Пасхе, к Песаху. Ну, я сейчас совершу вот хребромление вот так вот, вот этим хлебом, тем, что есть у меня. Вот. Потому что самое главное причастие в Евхаристии это не качество хлеба или вина, или сока, значит, или воды, или чего еще. Нет. Это наше причастие Евхаристия, это сам Господь Иисус Христос. Его тело и Его кровь. Вот. И, знаете ли, было время, когда я, как традиционный священник православный, ну, это было еще до 96-го года в моей жизни, я там тоже считал, что вот по уставам, я был таким молодым священником, уставщиком, будем так говорить, как назвать это. Ну, да. Все по канонам, чтобы по правилам, по уставам все было, чтобы все было, комар носу не подточит. Вот. Мне это нравилось. Мне это доставляло даже удовольствие такое, внутреннее удовлетворение такое. И вот, и вино только как говор, просфоры, только такие вот по правилам все сделаны были. Просфиры я инструктировал регулярно, значит, чтобы готовили все правильно просфиры, просфоры эти, для хлебопотомления, для причастия, для Евхаристии, для литургии божественной. Вот. И держался этих правил. Но, знаете ли, в 96-м я осознал из Божьего Слова, что Дух дышит где хочет. И осознал то, что причащаемся мы не просто ртом нашим, да, а душой нашей причащаемся, сердцем нашим, умом нашим. Мы причащаемся не просто как обычные животные, допустим, да, или растительный мир. Нет. Мы причащаемся как люди разумные. Мы причащаемся, рассуждая о теле Христа, о крови Христа. И рассуждая справедливо о крови Христа, мы рассуждаем о том, что ранами Иисуса Христа, Его Святой Кровью, мы не просто даже прощены. Даже хотя уже это, и то уже это, для кого-то это Америка просто, терра инкогнито. Для кого-то это уже целое откровение. Да, Бог простил во Христе всех нас, простил все грехи мои, твои, которые были, которые есть, или которые даже будут. Все полностью прощен, полностью, сто процентов прощен. Да, это уже, как бы, скажу так, великое откровение. Кстати, один врач, как-то американский психиатр, говорил, частная клиника психиатрическая, и он, выступая, сказал такую фразу, публиковали христиане цитату такую интересную в социальных сетях, что если бы я смог бы убедить моих пациентов, клиники моей, чтобы они себя не осуждали, что они прощены, то больше половины клиники я мог бы хоть завтра уже выписать уже из больницы своей. Представляете, думаю, вот это да. Да, значит, да и многие болезни, они от стресса, от непрощения и прочее, прочее. Я это тоже осознаю, как человек. И сегодня я паки-паки, снова и снова, я прощение-то Божье декларирую, и я прощаю самого себя. Я полностью прощен Богом в том, что было, то, что есть и то, что будет. Все полностью прощено, я прощен полностью. Но это еще не все. Хотя и это уже огромная истина. Даже это уже целая глыба просто. Но это еще не все, дамы и господа, братья и сестры. Есть еще Евангелие. Оно заключается в том, что продолжение этого полуправда, она бывает хуже, чем ложь даже. А вся правда в том, что ранами его мы исцелились. Он взял не только на себя наши грехи, но и все наши болезни. Прошлые, настоящие или будущие. Он взял на себя наши немощи. Прошлые, сегодняшние или завтрашние. Взял на себя полностью все это. И ранами его мы исцелены. И вот поэтому причастие просто жизненно важно, необходимо. И нужно рассуждать о теле Христа, о крови Христа. Размышлять, рассуждать о теле Христа. Иначе Павел пишет, многие из вас и болеют, и немало умирают. Потому что не рассуждаете о теле Христа. Да, но в лучшем случае сегодня христиане понимают о том, что грехи прощены. Но это же не все еще. Это же не вся правда. Не вся правда. Я думаю, Иисус очень печалится, что не рассуждает о теле, о крови его. А рассуждение о теле, о крови его, что все полностью он взял на себя. И дал нам жизнь вечную. Исцеление, спасение, благословение свое. Спасибо, Господь, за все. Принимаю, Боже, всемогущий сегодня Евхаристию Твою. Боже, и прошу Тебя, Господь, благослови сегодня нас, причащающихся. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ, Жизнь и Податель, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Слава, честь, величие, хвала Тебе, наш Бог и Царь. И сотвори, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Благословен Ты, Царь наш, Бог наш, Господь наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Господи Благодарю Тебя, Господи Боже наш За причащение святых Твоих христовых тайн Благодарю Тебя За Твою любовь Которую Ты доказал К роду человеческому, ко всем нам Отдав свою жизнь Свою кровушку за нас пролив Отдав Сына Своего за нас Отдав жизнь свою за каждого из нас В отдельности изо всех нас Боже всемогущий, благодарю Тебя За кровь Единородного Сына Твоего Агнца Твоего Благодарю за Тело и кровь Которой подлинно есть наша пища и питье Размышляя об этом ежечасно Ежедневно, Боже Погружаемся в Твою любовь Осознаем, что не золотом Или серебром, ничем иным Но лишь кровью Иисуса Христа, чистого и неворочного Агнца, мы искуплены от суетной жизни Предана нам от отцов Слава Тебе, Господь наш Царь царей, Бог богов Слава Тебе и хвала Боже всемогущий Благослови Господь За Голгофу, за кровь Мы Тебя благодарим За воскресенье Твое За победу Твою Благодарим За воскресенье Твое За победу Твою Благодарим Благодарим Тебя, Отец Благодарим Тебя, Иисус Благодарим О Дух Святой За все Мы благодарим За все Мы благодарим Аллилуйя Написала сестра Елена Как с вами хорошо и замечательно Сказал Святой Дух Здорово Красиво, слушайте Я однажды Поделюсь тоже Слушайте Ой, так красиво это Однажды в Днепропетровск Тогда еще Нынешний город Днепр Тогдашний Днепропетровск Ну это еще В конце 90-х было 98-99 годы Я туда приезжал часто тогда Вот И знаете ли Так интересно было Готовлюсь к одному собранию Приехал рано поездом Рано утром До начала собрания Еще несколько часов было Вот И Меня разместили там на квартире В комнате Я сидел в кресле Пересматривал Библию Пересматривал тексты Вот я готовился к проповеди То, что я приготовил Я пересматривал это Размышлял И так хорошо было Вот тем утром Так тихо, спокойно Так хорошо было с ним С Богом С отцом моим И я Папочке это сказал Я сказал ему Мне так хорошо с тобой Вот И В этот момент Тихая мысль Тихо Тихий голос Как будто моя мысль Но это явно не моя мысль Ну как бывает Знаете вот Прозвучало внутри А мне еще лучше с тобой Ох Я там чуть не упал Если бы не кресло В котором сидел Я бы там грохнулся Наверное бы упал бы Точно От неожиданности Я не ожидал Что Ну во первых Что прозвучало Это ладно Это одно Это уже как боже Такое Знаете ли Трепетно Но еще в большей степени Что именно прозвучало Именно что прозвучало А прозвучало Что ему Еще лучше со мной Вот честно говоря До того момента До этого откровения Я Знаете ли Слава Богу Аллилуйя Сестра Елена Куриная Пишет Люблю вас Всем сердцем Сказал Господь Аллилуйя Спасибо Господь Спасибо Ой И в моем сердце Было то Знаете вот тогда Когда это прозвучало Что ему еще лучше со мной Я Вот Раньше никогда не думал Что он думает По отношению ко мне Когда я с ним беседую Ну мне это хорошо Понятно Но Я так Себя поймал на том Что Видимо я Я предполагал Где-то внутри Глубоко На уровне подсознания Наверное Где-то Каких-то страхов Подсознания нашего Я предполагал Что ему не очень хорошо Со мной Вот как бы Ну не так Мне-то хорошо Ну так он больше Терпящий ко мне относится Но знаете ли А здесь что Ему еще лучше Он еще больше понимает Он больше понимает Ему еще лучше Маленькому ребенку Допустим хорошо С мамой Да Но мама и папе Им еще лучше С ребенком Почему? Потому что Они больше знают Они больше ведают Они понимают Им еще радостнее И они еще больше знают Спасибо Господь за все Благоставляю Благословением священника Вас Дорогие друзья Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светом лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Пребывает со всеми нами Аминь Благословляю всех вас Братья и сестрички Дочечки и сыночки Любимого нашего папочки Нашего небесного Отца Дети Благословляю всех вас Во имя Господне Пусть мир Божий Шалом будет В ваших домах В ваших служениях Господу В ваших сердцах Слава Богу Даст Бог жизни И технически все получится Если то завтра в 6 утра По киевскому времени Подключайтесь на утреннюю молитву А в 6 часов вечера Конечно же На продолжение семинара Вторая часть Предпасхальный семинар Буду тоже свидетельствовать Из истории христианства Из истории Израиля Из Божьего Слова Пусть Бог благостает всех вас Обнимаю всех Целую и благословляю Шалом мир всем Аллилуйя Аллилуйя Слава Богу Да Держись впереди испытания Говорит Отец Аминь Вот Елена Куриная Сестра пророчества Здесь пишет Слава Богу Замечательно Когда Бог дает слово Живое слово Вот И Конечно Все пророчества мы испытываем Но здесь Прямо напрямую Вот В духе И в истине Слава Богу Вот И Братья и сестры Благоставляю всех вас Спасибо огромное за внимание Вот Спасибо огромное Я уже вот Выключил Трансляцию Саму Собственно Вот Эту запись Я теперь стал делать так Что Эти записи я Значит Включаю чуть раньше И чуть позже Заканчиваю С предисловием И послесловием Я думаю Это даже Ну Правильно Вот Вот Потому что Изначально Включал Когда только учился Сразу обе Кнопки Но Получалось Немного не суразное Как-то Вот Но здесь я хочу еще Что сказать В завершении Это Дорогие друзья Напоминаю Вот Тем кто до конца Досмотрел все это видео Напоминаю Пожалуйста Молитесь И обо мне Молитесь О вашем покорном Слуге Слуге Божьем Реформаторе Евангелисте Сергея Журавлеве Молитесь пожалуйста О нашей церкви Которая сейчас переживает Непростое довольно время Наше движение Братство наше Вот Молитесь пожалуйста В целом о православии О православных Священнослужителях Особенно За священнослужителей Молитесь пожалуйста Я верю что Господь Силен В разуме Забудших И то что я говорил Сегодня рассказывал Делился чем Креста ради Действительно Это печаль Вот К спасению Потому что Печаль порождает Большую молитву И ревность О спасении Священнослужителей Как написано В деяниях апостольских Напоминаю Что и многие Священников Покорились вере И пусть сегодня Бог совершит Действительно То же чудо В наш час В наше время Благоставляю всех вас Возлюбленные Братья и сестрички Братья и сестры Дорогие друзья Дамы и господа Вот Напоминаю Что Не только Молитвенно Но и финансово Нуждаюсь В вашей поддержке Потому что Других у меня Источников финансирования Нет сейчас Фактически Вообще С нашей церкви Благоставляют Но это Совершенно Ну Так Символически Будем договорить Вот Значит Благоставение Оно имеет Больше духовную силу Нежели Такую материальную Какую-то значимость Определенную Вот Ну допустим Вот Вчерашнее благоставение Допустим Было 200 Сколько у нас 22 гривен 220 гривен По-моему Так вот получается Вот То есть Это Ну Это более чем скромно Будем так говорить Это на неделю жизни Я здесь в Киеве Как бы Когда все нужно покупать Это более чем скромно Вот Поэтому Значит Это не говорю Про другие Нужные поездки Допустим Что-то еще Вот 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 Поэтому напоминаю Что финансово Вы можете принять участие Таким образом Тем более что Библейская школа Кстати Вот Где я преподавал Фактически все отказали мне Вот Отказались от меня Потому что боятся Меня как реформатора Сейчас очень Непростая ситуация Такая в России Вот Где большая часть времени Моего служения проходит Вот Большей частью преподаю Сейчас и провожу служение Вот Значит В таких церквях Общины Где Ну Ну Финансово Тоже не могут меня Благоставлять никак Абсолютно То есть Фактически Только дорогу оплачивают В лучшем случае Вот Вот И поэтому Из территории России Из территории Украины Прошу вас поддержать Меня в молитве И финансово Прошу Так И Значит С Украины Вы можете пополнять Номер счета Ну Вообще Под всеми видео Там есть Там Пространная такая Значит Информация Вот Что такое У меня здесь Не пойму А Все Уже Обработалось Видео Обрабатано Почти Обработано Видео Вот И будет Сейчас уже Опубликовано Вот И С территории Украины Вы можете пополнять Номер счета Киевстар Номер Киевстар Напоминаю вам 096 96 2 66 75 Запишите На всех Случаи Вот Хотя Под этими Видео Будет Все Обязательно Так 096 96 2 66 75 Да Вроде Так Я не могу Найти Сейчас Где У меня У меня была Такая Выписка Где Все Было Записано У меня Все Вот Эти Раз Ну Нет Киевстар Я помню Я хочу Еще Российский Номер Еще Просто Продиктовать Так Вот Открываю Файл Блокнот Вот У меня Записано Вот Да Значит Украинский Номер 096 Да Код Потом Номер 96 2 66 75 Вот И когда Пополняет Кто Вот То Сегодня Кстати 110 гривен Пришло На этот Номер То Я могу Через Новопо Чтобы Получать Это Налично И Использовать Служение Господу Вот А в России Если Вы Находитесь Тон Номер Телефона МТС Называется Оператор Запишите 915 Код И Сам Телефон 780 48 74 Еще раз Повторяю 915 780 48 74 Вот Так Вот Это Номер МТС Ну И Другие Возможности Все Есть И Конечно Тоже Молитесь Пожалуйста Друзья Молитесь Вот И А Материально Устройстве Служения Нашего Здесь Вот И Здесь В Киеве Кстати То В том числе В Киеве Потому Что Сейчас Отец Наш Алексей Вот Значит Благочинный Наш Он Служит Своим Автотранспортом Вот Старается Служит Но Машина Уже Очень Старенькая И Уже Как Говорится На Ладан Дышит Ее Ремонтируют Постоянно Но Деу Ланос Называется Да Вот Значит Уже Она Уже Прошла Свою Отжила Свою Но Еще Трудится Вот Я верю Будет Трудиться Пока Вот Не придет Новая Машина Уже Вот Поэтому У кого есть Возможность Такая В Украине Если вы И у вас Машина Стоит Допустим В гараже И вы не знаете Куда ее продать Или благоставить Вот Один из вариантов Благоставить Вот Нам На служение Господу Потому что Она Надобна Господу Как помните Этого ослика Иисус Послал учеников Отвяжите Там ослика И когда они Отвязывали Хозяева Скажут Зачем вы Ослика Отвязываете Это ваше Что ли Что вы Себе Вообразили Что вы Делаете Товарищи Евреи Вы что Среди Белодня Они говорят Так мы Не себе Мы не просто На произвол Не просто Чтобы покататься На нем Дурака Повалять Или для бизнеса Своего Нет А он Надобен Господу И хозяева Подумали Скажут Эээ да Раз Надобен Господу Берите Забирайте Вот так вот Дальше Об этих Хозяевах Ничего не ясно Там не написано Ничего Но я верю Что Господь Он Все это видел Все это знает И Они получили Думаю Гораздо Больше Чем посеяли И в веки Семь И тем более В вечности Слава Богу Пусть Бог благословит вас всех Дорогие друзья Все с миром Божьим Благословляю Запись эту Тоже благословляю всех вас Через эту запись Во имя Иисуса Христа Аминь Шалом Мир всем Аллилуйя